Вот как можешь прокомментировать вандал? Не дурачок. Эти кадры вызывают не самые приятные эмоции. Вандал дал волю кулакам. В итоге сломано 10 почтовых ящиков и двери лифта. Наказать за это? Найти людей? Наказать? Всё. Жители дома начали искать хулигана. Главным помощником в их расследовании стала камера видеонаблюдения. По ней же выяснили, вандал в подъезде не живёт. Приходил в гости и оставил после себя незабываемый след. Сломал лифт, сломал дверь лифта. И все уже последующие люди, которые заходили в подъезд, они уже поднимались пешком. А те, кто находился наверху, лифт поднимается, люди садятся, едут на первый этаж. На первом этаже дверь не открывается, соответственно, им приходилось возвращаться обратно. Результаты вандализма в нижнекамских подъездах можно наблюдать часто. Сломанные двери, почтовые ящики, испорченные перила. Или вот как здесь, например, рисунок, кстати, наглядный акт вандализма. За всё это предусмотрено наказание. В основном это штрафы. Тут самое главное найти человека, который всё это сделал. Но вандала с 30 лет Победы 18 долго искать не пришлось. Сам объявился, извинился перед жителями, попросил не обращаться в полицию. И пообещал всё отремонтировать. И действительно это сделал. В подъезде о недавнем инциденте сейчас напоминают только новые почтовые ящики. Их цвет отличается от тех, которые были испорчены. Анастасия Шакирова, Фахри Исламов. Новости Татарстана.